Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Плохо! Значит, все зачистили? Да. Быстро сработано. Пока туда-сюда время упустили. А что мы имеем? Опросили фельдшера в клепиках. Точно установлено, что один из них ранен. Ранен скверно в брюшную полость. Разосланы ориентировки во все больницы. Мониторим, не всплывет ли кто с подобными ранениями. По показаниям пенсионерки составили портрет одного из подозреваемых. По фотографиям никого не опознала. Так вызовите эту пенсионерку. Постарайтесь фоторобот составить. Что ж ты этот склад тут не зафиксировал, Камышин? Хоть бы догадался, но мобильное снятие. Да я догадался, вот. Только там темно было, ничего не видно. Да. Фиговый ты фотограф, Камышин. Уголовное дело завели, чтобы ни один из причастных не ушел от ответа. Докладывать через каждый час. Все. Свободны. Николай Иванович, что у тебя там по Лебединому озеру? Похоже, был у них какой-то список. Обходили пенсионеров. Конкретно. Список? Это след. Откуда взяли? Вариантов не так уж и много. Булю. Леш, надо фоторобот по участкам распространить. Срочно. Поспать тебе надо. Срочно. Да надо. Сарега, нам попить. Пей. Не надо. Сколько твой батя сказал нам сейчас в этой дыре сидеть, а? Пока все не уляжется. Менты сейчас землю роют. Блин, нормально все. Вратва есть. Комп есть. Че еще? Надо? У тебя жар. Тебе надо в больницу. Слышь ты, я в тюрьму не сяду, понял? Тебя папаша твой отмажет, а меня кто? Доктор сказал не волноваться, так что сиди и не рыпайся, понял? Все, базар окончен. Батюшка, ты че не спишь-то в такой час? Где Егор? Егору Кате в Москве, я себе говорил. А почему трубку не берет? Ну, приедет, спросишь, мало ли. Может, мобильник оставил или зарядку потерял. Ты все время врешь. Где он? Что с ним? Так, хорошо. Ладно, я не хотел тебе говорить, чтобы не расстраивать. Ну, слушай, ты не волнуйся только. Жив-здоров, Егор. Подрался, напился, упал. Асфальтовая болезнь. Само собой, парень не хочет домой являться в таком виде. Два-три дня оклемается и обниметесь. Все, давай, пошли спать. Давай. Что ты не спишь-то? Которые часы? Ох! Три часа ты с ума сошла, что ли? Николай Иванович, чё в таком виде? Чё случилось? Погляди. Что это? Не видишь, что ли? Очки дать. Тут по-русски написано. Капитан Аборин с женщинами в бане. Где? Алло, Юрий, здравствуйте. Это майор Камышин беспокоит. Друг Майи Камориной. Да. А вы не видели сегодняшний номер Тишинского увестника? Да. Статья и ещё фотографии моего друга. Абсолютная фальшивка. А вы не знаете, чьих рук это дело? Да уж, узнайте, пожалуйста, если вас не затруднит. Заранее благодарен. Ждать себя заставляете. Секси было. Что встали? Всё, что угодно ожидал, но вообще в голове не укладывается. И так нас из Москвы в микроскоп рассматривают. Со знанием дела человек писал. И главное, вся подноготная. Бывший зэк в полиции был взят под личную ответственность кого? Сакали. Откуда известно? А? Я интервью не давал. Значит, сами треплетесь. Прикрывать вас не буду. Не ждите. Палец о палец не ударил. Мне своя задница ближе к телу. Служебная проверка и по всей строгости. Чего молчить? Давайте, оправдывайтесь. Вот так. Гордо. По-американски, как тот шериф недавно в кино показывали. Только он сначала дело-то до конца довел. А потом звезду на стол бросил. Всё, свободное. Так значит, горюшь, тебя из пионеров и горюли? Надо же. Это уж как постараться-то надо было. А меня вот с этого курса её фактурули. Ты мне об этом раз в триста на зоне говорил. Ну да, у нас вообще, над нами мы дичьми жили. Ну, медучили. То есть, ты с молодых ногтей за женский рот страдаешь? Свежая шутка. Я, конечно, дико извиняюсь. Вот я стою, смотрю, думаю, где я тебя мог видеть. И вспомнил. Вот она, Слава. Ты, Толик, с УТК. Никто в ночную смену из ваших не ходил. А ты ходил. Ты знаешь, что, отец, спасибо огромное на добрые условия. Спасибо, что не забываешь. Ты иди к своим, а нам ещё поговорить надо. No problem. Спасибо. Толя. Давай, посторожней. Давай. Вот она мне покой не даёт. Я всю голову сломал. Где они меня в таком виде могли подловить? Где? В сауне. В бане. Да не ходил я здесь. Не в сауну, не в баню. Не ходил. Ну, где-то они тебя подловили. Камыш. Ты, ты что, мне не веришь? Как это всё не вовремя. Сейчас надо парня раненого искать. Сизова предметно. Щупать за... За хобот его щупать. Очень даже вовремя. Это пахло горящим. Пожалуйста, публикация. Да. Да. Я тут. С коллегой. С коллегами. Конечно, подъеду. У меня тут встреча должна была быть. Я со всеми этими делами забылся. Да ладно тебе. Теперь тоже зачем скрывать? Ну, в общем, да. Я туда пойду? Да я девиц этих, глаза не видел. Веришь мне, нет? Не видел. Андрей говорит, баня, сауна, вспоминай. Нечего мне вспоминать, потому что я-то знаю, что я не был ни в бане, ни в сауне. Понимаешь? Да я верю тебе. Зачем клясться-то? Да потому что я не хочу, чтобы когда ты это прочитаешь, увидишь в газетах, подумал обо мне, черти что. Ну, во-первых, я газет не читаю, а во-вторых, ты свободный мужчина. Кто я тебе? Как кто? Ну, кто? Любовница, да и то с натяжкой. Альбина. Ты не виноват. Это мое решение. Что теперь? Тебя выгонят с работы, ты поедешь в Москву. Никуда не уеду. Не уедешь? Нет. Не уеду. Смешной. Но я пойду. Завтра позвонишь? Конечно. Варвара Семеновна, а у тебя что-нибудь выпить есть? А тебе не хватит? Нет. Ну, вообще, факт монтажа доказать довольно просто. Если иметь исходники. Ну, а как ты их достанешь? Можно, конечно, с другого конца зайти. Попытаться идентифицировать девиц. Если они местные, а не из интернета. Надо же. Очень мило смотримся. У вас там в полиции совсем тупые работают, да? Не догоняют, что в фотошопе можно любой монтаж сделать? Ну, знаешь, любой, не любой. Хочешь, я тебе за две секунды докажу, что вот это липа. А, у меня вот здесь, на плече, якорь с армии остался. А здесь нет. А у Лёшки, вот, на груди, шрам. Видно? Так вот, он у него здесь и в реальной жизни существует. То есть, ты думаешь, что это не монтаж? Я ничего не думаю. Я знаю только, что на фотографии я оборен. Вы теперь пьянствовать будете? Алиса. А что? Ведь у мужчин так принято. Чуть что, лапки вверх и в запой. У мужчин, молодая ледя, по-разному принято. Ладно. Мне ещё кое-что доделать надо. А уж в погонах или без погон. Никакого значения не имеется. Спокойной ночи. Спокойной. Так что, дело тут не в рекордах. Главное, чтобы парни нормальными мужиками выросли. Здоровыми физически и морально. Так, как вы относитесь к современной эстраде? Как к оружию массового поражения? Правда ли, что ваши воспитанники... Нет, неправда. АПЛОДИСМЕНТЫ Алло. Ты куда вообще пропал? Тебя почему на службе нет? Ты что, приказ о собственном увольнении видел? Пока ты только от должности отстранён. От руководящей. Так что, изволь сидеть на месте, как приклеенный. А то тут без тебя ни один вопрос решить не могут. Ясно? Здрасте. О, Андрей Степанович, здравствуйте. Здорово. Пацана этого раненого найти пока не удалось, как сквозь землю провалился. Я вот что подумал, может быть, они этого пацана Сизова вообще из города вывезли? Что ты сказал? Я говорю, может быть, они его из города… Нет, ты сказал, пацана Сизова? Значит, давай так. Здравствуйте, Андрей Степанович. Добрый день. Привет. Понаблюдай-ка попристальней за домом Сизова. Выясни, ходят ли его сыны тренировки. Думаете, это вы его на полигоне зацепили? Ай-яй-яй. Сизов нам своего парня не отдаст так просто. Скандал будет. Я могу идти? А что ты у меня спрашиваешь? Вот Николай Иванович. Теперь он начальник. Да ладно вам. Какой начальник? Я так и не понял. Так, ты иди уже, иди. Так, а ты что здесь? Занимай кабинет и стол освободи. Что? Андрей Степанович, неудобно… Знаешь что, неудобно вдвоем за одним столом сидеть. Давай, 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 давай. Слушаюсь. Вот, кстати, пансионат «Зеленый бор». А вот это вообще зоопарк. Они вместе смострячили, и получился санаторий «Лебединое озеро». Фотошоп. Слушай, ты при мне это слово, фото… Лучше не произноси, ладно? А, ну извините. В общем, дело дохлое. Новых заявлений нет. Аферисты уже наверняка лавочку свернули. А вы-то в делах сами знаете, Андрей Степанович. Либо сразу берешь с поличным, либо… Ну да. А что у нас там с Тамарой, уборщицей? Как она себя чувствует? Может, с ней еще разок потолковать? А вы разве… Некролог, внизу не видели? Умерла Тамара. Да ты что? Черт. Ну, значит, старушек трясти. Идем вместе. Угу. Ясно. Кто там? Полиция. Откройте. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Проходите в комнату. Не-не-не, не снимайте. Я еще ничего не убиралась сегодня. Проходите. А вы по какому, собственно, вопросу? Анастасия Петровна, группой мошенников у вас были похищены деньги, якобы, на лечение в санатории. Да. Ко мне участковый приходил, я бумагу писала. Так вот, мошенники эти задержаны, и мы готовы вернуть вам деньги. Ой, миленький. Правда? Правда. Но только сначала вы должны будете зайти на почту и заплатить налог. А вы скажите, сколько платить? Куда? Я пойду и заплачу. Какие вы молодцы. Ого. Старость-мудрость. Двери, кому попало, открывают. Документы не спрашивают. Я же лапшу вам на уши вешаю. А вы уже и платить готовы. Чего? 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 письма посылали. Какие еще письма? От кого? Ну, от кого? От Жермундского, от депутата. Ему все равно, живые или мертвые, лишь бы голоса получить к выборам. А у вас это письмо сохранилось? А как же! Вот, пожалуйста. Ну, если база данных одна, то это уже зацепочка. Так, а вы мне конвертик-то вернете? Вернем, вернем. Он у меня вроде почетной грамоты. Вернем, Анастасия Петровна, обязательно вернем. А может быть, еще и с деньгами. Спасибо. Привет. Привет. Чем занимаешься? Да вот, упражняюсь. Ну, что, никто не звонил, никуда не вызывал. Служебная проверка. Слушай, а может быть, мне в Москву смотаться на недельку, а? Не вызывал, говоришь? Зато меня вызывают. Во вторник общественный совет при УВД. Так, конечно, там ничего не решают. Так, бла-бла. Не беспокойся, на этот раз решат. Мэр своим присутствием почтить собирается. Кстати, знаешь, кто у них там? Один из членов. наш друг Сизов. Вот ж он на мне оттопчется. Да, Алексей, навел ты шороху со своими бабами. Это я навел? Это я навел? Интересно, как это я умудрился сделать? Я-то в чем виноват? Если уж на то пошло, не надо было приглашать с такой сомнительной репутацией. Постой, ты куда? Да, пошел ты! Дыши. Глубже дыши. Воздух какой, чувствуешь? Он в городе не такой. Камышин, с каких-то пор стал в воздухе разбираться, а? Какой полезный, какой нет, а? Осторожней! Ну что, враги кругом? Мне нужно пополнить чакру, и тогда я продолжу войну с девятихвостом. Ух ты, ну это святое. Хочешь, возьми немножко моей, мне не жалко. Ну ты тогда не сможешь создавать новых клонов. Да? Ну придется немножко потерпеть. На, заряжайся. Давай, зарядился? Бегай. Андрюш, ты в больницу заехал как-нибудь? Там Митя по тебе скучает. Да, да, заеду как-нибудь обязательно. Обязательно. Папа, тебя правда из полиции уволят? Что? Да нет. С чего ты взял? Мама сказала, она в газете прочла. Это что, правда, что ли? Да нет. Господи, Камышин, неужели такое случится, а? Учтись, что такое случится, я в этот раз палец о палец не ударю. Понял? Ну? Ну? Тссс. Ой, Борька, Борька, повернись. Мороженым измазался. Ну вот, другое дело. Иди. Ну как погуляли? Ну, нормально погуляли. Ну все, давай, пока. Пока. Постой, Андрей. Андрей, я читала статью, и что теперь? Тебя снова отстраняют от должности. Приказа пока не было. Поверь, мне очень жаль. Я знаю, что для тебя значит твоя работа. Обойдемся без сочувствия, ладно? Пока. Да. Да, Алексей. Что? Какие шашлыки? Ты лишь тебе выпринял, что ли? Ладно, хорошо. Буду. Ты как? В порядке? В порядке. В полном порядке. Садись. Шашлычка захотелось. А, ну это многое объясняет. Шашлычка захотелось. Ну это многое объясняет. Узнаешь? А говоришь в порядке? Сейчас. А сейчас. А сейчас? А? Вспомнил? Где? У Парфенова на даче. На шашлык, помнишь, ездили? Смотри. Один к одному. Только шампуров нет. М? Да, 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 что-то было такое. А снимал-то кто? Будешь смеяться. Гюргенс. Понятно. Только оригинал он вряд ли нам выдает для сравнения, так что нам фактически это ничего не дает. Кстати, что там, Немцов что-нибудь нарыл на Йоргенса? Да пока ничего интересного. Ну, давай. По шашлыку, пока совсем не остыл. Так что давайте-ка все-таки как-нибудь, как говорится, отделим муху от котлет. Паршивая овца может в любом стаде завестись. Что ж теперь? Все стадо под нож вместе с пастухом? Пастуха это надо полагать я. Ну, одним словом, вот этого, как его, а… Аборина. Аборина, да. Вот Аборина нужно, конечно, да, безусловно, наказать. Ну, а что касается Андрея Степановича Сергеевича, ну, я понимаю, там, на вид поставить, ну, в конце концов, премии лишить, конечно, мы не можем лезть в вашу кухню, но… И еще раз хочу подчеркнуть. Так не бывает, чтобы все было хорошо, а что-то одно плохо. Понимаете, не бывает. Почему убийства Красовского до сих пор не раскрыты, а? Ну, что ты резину тянешь? Ты когда обещал? И вообще, чем вы здесь, Сергей Юрьевич, занимаетесь? А я скажу, чем вы занимаетесь. Один, понимаете, по шлюхам, другой его покрывает, а ты вообще сквозь пальцы на это. Почему сквозь пальцы? Проводит служебная проверка в соответствии с регламентами… Ну, ладно, ладно, прекрати разводить демагогию. Какие будут предложения? Можно я? Да. Я директор школы. В моем подчинении 300 детей. И скажите, как я могу привить им уважение к полиции, когда… когда такие дела творятся? Поэтому я считаю, товарищи, что мы с вами должны единым фронтом выступить за самые жесткие меры. Вот. Вот слыхал? Все, заканчивай свою проверку. И чтоб в два счета, поганой метлой. Все, надеюсь, другого мнения нет? Есть. Андрей Степанович Камышин – опытнейший оперативник, прошедший огонь и воду. И разбрасываться такими кадрами нельзя. Просто преступно. Вот такое мое другое мнение. Извините, дела. Андрей Степанович Камышин, садитесь-ка, поедем ко мне, потолкуем. Садитесь, садитесь. А знаете, что смешно, Алексей Иванович? А я ведь сам к вам собирался. Буквально сегодня вот и собирался. И даже фотографию прихватил. Фотографию. Ну-ка, 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 ну-ка. Вот. Посмотрим, что за фотография. И что это? А я думал, вы мне подскажете, что? Нет, я первый раз вижу. Да? Ну, да ладно. Это я так до разгона. Понимаете, Алексей Иванович, ищу я Надю Торопову, дочь прокурора. Да, знаю. Что знаете? И прокурора Торопова знаю, и дочь пропавшую. А, ну, в этом смысле. Так вот, Надя пропала 4 года назад. Завели тогда дело. Правда, далеко мы в нем не продвинулись, концов было маловато. А потом и меня закрыли, отправили на зону, баланду хлебали. Ну, это я тоже знаю. Ну, видимо, отдых на зоне мне на пользу не пошел, потому что вернулся я и сразу начал копать. Уж не знаю, кого я так сильно напугал, потому что тут же мне от бывшего начальника, от Симоненко, предложение поступает. Продолжить отдых. Но на сей раз в психиатрической больнице. И в такой, знаете, форме предложения отказаться невозможно. А перед самой смертью Симоненко признался мне, как на духу, что он не по своей воле он меня сначала на зону сдал, а потом в психушку, а по приказу одного человека. И человек этот, Тишинский, ну, прямо хозяин. Да вы что? Ну, ладно, посмеялись и будет. Андрей Степанович, вы сами-то хоть понимаете, что вас сегодня буквально выгнали с работы? Понимаю. Только вот зачем вам меня защищать понадобилось? Не понимаю. Приятно, знаете, иногда сказать то, что думаешь. Камышин, у меня нет ни малейшего основания любить тебя. Ни малейшего. Но я тебя уважаю, поэтому пригласил поговорить. Тебе ведь недавно поступило предложение. Квартира, должность высокооплачиваемая. Да, было такое дело. Ну и что? Ну, и что? В теперешнем твоем положении неплохой вариант? Плохой. Меня планировка не устраивает. Это твой шанс, Камышин. Последний шанс. Мы не можем больше тянуть. Может начаться общее заражение. Парень может умереть. Ему нужен стационарный уход. А что я скажу вашему сыну? Он все знает. Хорошо. Мы обсудили с отцом. Решили отложить госпитализацию. Посмотрим на динамику. Убирайтесь. 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 СКОРОЕ Скорая. Значит, все-таки Сизов, тебе теперь поостороже надо быть. Слушай, куда это ты меня зовёшь? А ты думал, если у них партии называются народно-демократические, у них офис на центральной площади, что ли? У нас никогда не было никаких нарушений. О, Господи. Вы знаете, сама я женщина одинокая. Но я участвую в общественной жизни. Я хочу этим сказать, что я не чувствую одиночества. И всё равно, когда я нахожу в почтовом ящике поздравления от нашего лидера, мне бывает приятно. А особенно бывает приятно родным умершей бабушке, когда ваш лидер желает ей здоровья и долголетия. Лёша. Ну, это же недоразумение. Это недоразумение. Вот с этим недоразумением мы и разбираемся. Да-да-да. Где же это, Господи? Вот он, центральный район. По этому району пенсионеры. Конечно, в основном коммунистический электорат. Но мы переживаем душой и помогаем, стараемся помочь каждому. А вот здесь написано железнодорожный район. Желез… железнодорожный? Ой. Да, действительно, железнодорожный. Сейчас, сейчас я найду центральный. Нет-нет, спасибо. Вполне достаточно. Скажите мне лучше вот что, а вы сами занимаетесь отправкой? Нет. Рассылкой у нас занимается Афанасий Никитич. Это наш активист. Мазихин. Мазихин. Афанасий, как вы сказали? Никитич. 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 А адресочек не подскажете? Адрес? Он живет в деревне. В Устиновке. Дом я не знаю. Да. Ну, что ж. Большое вам спасибо. Скажите, нас теперь закроют? Всего доброго. Рыбки у вас хорошие. Ну, что ты? Ты что творишь? А ну-ка, живо со мной. Живо, я сказал. Ну, разберись тут, чтоб ни одна живая душа об огнестреле не узнала. Серого забрать отсюда. Рано светиться. Пошли, придурок. Ты хотя бы подумал о том, что всех нас можешь подставить. Сказал им, кто ты? Да. Я сдавал кровь, и они взяли мои данные. Эй, дурак. Ладно. Поживешь пока на квартире, сделаю документы, уедешь в Москву. Пока Серега не поправится, я никуда не поеду. Я его не оставлю. Что ты несешь? Тебе исчезнуть надо быстро из города. Бежать? Товарища бросить. А кто нас учил, что вместе мы сила? Кто нас пичкал всей этой фигней про единство, братство? Сам чуть жареным запахло, готов Серегу подыхать, брат. Егор! Солдат он на то и солдат. Да, его могут ранить и даже убить. Серый твой просто солдат. Понятно. Пушечное мясо. Вот, кто мы для тебя. Ты просто трус. Ну-ка, заткнись! Будешь делать то, что я скажу. На, утрись! Дядь, а вы киллер? Чего? А Алексей Иванович убить собираетесь? Ты чё это? С чего ты взял? А я давно за вами слежу. Солдат? Сижу. Почему ты не в школе? Прогуливаю. Я неконтрольная. Прогуливать плохо. Я знаю. А что делать? Никак на охоту собрались? Да. Игорь, отойди от зеркала. Хорошо, пожалуйста. А что, собственно? Либо ты сейчас говоришь, где вы с Алексеем прячете Егора, либо я в тебя разрежу оба ствола. Вера Петровна. Считаю до трёх. Раз. Извини. Служба. Отойди от машины. Извини. Служба. Отойди от машины. Извини. Раз. Зв�리. Извини. 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 Служба. Отойди от flex이. Извини. 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 Продолжение следует...